Часть вторая. От материи к духу. Материя, дух и тот, кто ими управляет. Твердые тела и жидкости – это то, что мы обычно называем материей всего лишь две из восьми материальных энергий Господа Кришны. В лекции, прочитанной во Вриндаване в августе 1974 года, Шрила Прабхупада объясняет, как эти энергии могут быть одухотворены. Бхумирапоналовайюх каммано будхирэвача аханкарайтиямэ бхинапракритир аштадха. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – эти восемь элементов составляют мою отделенную материальную энергию. Бхагавад-гита, 7.4. Здесь Господь Кришна объясняет, что Он распространяет Себя посредством Своих материальных энергий. Поскольку эти восемь составляющих относятся к Его внешней энергии, их называют опара – низшими. В следующем стихе Кришна объяснит, что помимо низшей есть еще и высшая энергия – живые существа. Поскольку Кришна верховная душа, для него нет высших или низших энергий. Но для нас такое разделение существует. Например, электричество может быть источником как тепла, так и холода. И холодильник, и обогреватель работают от электричества. Поэтому кто-то может подумать – один вид электричества вырабатывает тепло, а другой – холод. Но на электростанции не существует такого разделения. Там есть только один вид электрической энергии. Точно так же для Кришны не существует высшей или низшей энергии. Итак, Кришна говорит, что эти восемь составляющих – Его энергии. Ученые-материалисты не понимают, что вода, земля и огонь – это энергии Кришны. Они соглашаются с тем, что все это разные энергии, но чьи они им неизвестны. Мы должны изучать Кришну и Его энергии аналитически. Используя разум, например, если мы хотим узнать, откуда появился огромный океан, мы можем обратиться к Бхагавадгите. Там мы прочтем, что эта гигантская масса воды возникла из энергии Кришны. А теперь постарайтесь понять, каким образом энергия Кришны производит столько воды. Во-первых, нужно принять во внимание тот факт, что наше тело тоже производит воду, когда потеет. Как образуется эта вода, я не знаю. Это непостижимо. Но вода выделяется, это факт. Поскольку я – крошечное живое существо, мои возможности ограничены, и моя энергия тоже ограничена. Однако Кришна безграничен. Он может произвести из своего тела бесконечное количество воды. Таково правильное понимание происхождения океана, ибо иначе невозможно объяснить, откуда возникло столько воды. Все материальные элементы исходят из живого существа, а не из материи. Например, когда тело мертво, потоотделение не происходит, но пока оно живет, пот выделяется. Точно так же, изначальным источником всех материальных элементов высшей жизнью является Кришна, а не материя. Кто-то может спросить, почему Кришна называет материальные элементы – землю, воду, огонь, воздух и так далее – своими отделенными энергиями. Он объясняет это в другом стихе. 9.14. Майя, татамы, дамсарвам, джагат, авьякта, муртина. Материальные энергии называются отделенными, поскольку в материальном мире вы не можете непосредственно ощутить присутствие верховной личности Бога – джагат, тавьякта, муртина. И далее Кришна говорит «на чахам тэше авастхитах». «Я не присутствую здесь. Да, материальный мир состоит из моей энергии, но я не нахожусь в нем». Такова философия Ачинта Бхеда Абхеда, гласящая, что Кришна одновременно един со своими энергиями и отличен от них. Каждый последующий материальный элемент тоньше предыдущего. Например, вода тоньше земли. Земля не может двигаться, а вода может, поэтому вода тоньше. Тоньше воды огонь. Воздух тоньше огня. Эфир тоньше воздуха. Ум тоньше эфира. Разум тоньше ума, а тоньше разума Аханкара. Эго – наше отождествление. Однако душа даже тоньше, чем эго. Душа очень мала, размером с одну десятитысячную кончика волоса. Кешагра шата бхагасья, шатам шах садр шат маках. Все это объясняется в Шримад Бхагавадгите. Если мы примем ее слова, мы обретем совершенное знание. В первом стихе этой главы, 7.1, Кришна говорит, «Асам шаям самаграм мам ядхадж нас яси тач черну». Просто слушай меня, и ты, несомненно, сможешь познать мою природу во всей полноте. Как уже говорилось, самый тонкий из восьми материальных элементов – это Аханкара. Эго. Эго невозможно уничтожить, оно будет существовать всегда. Однако эго можно очистить. И бхакти-марг, путь преданного служения – это очищающий и просветляющий процесс. Чето-дарпанамарджанам. Ум, разум и эго остаются. Просто их необходимо очистить. Миссия Чайтани Махапрабу – помочь нам в этом. Повторяя мантру Харе Кришна, вы сможете избавиться от ложных представлений о жизни. Ваше главное заблуждение состоит в том, что вы думаете «Я-материя», «Я-материальное тело». Это проявление ложного эго. На самом деле мы не являемся материей, мы души. Чистое эго состоит в понимании афоризма «Ахамбрахмасми» – «Я-душа». Это начало знания. В Бхагавадгите Кришна называет такое знание Брахмабхутой. На этом уровне человек понимает. Я – не материальное тело, а душа. Итак, изучая наставления Бхагавадгиты и применяя их в жизни, мы без труда сможем понять Атма-Татву, науку о душе. Именно этой цели и должна быть посвящена жизнь человека. К сожалению, нас не интересует Атма-Татва. Шукадева Госвами говорит Махараджа Парикшиту в Шримад Бхагаватам 2.1.2. «Шрота въяди Нираджандра. Наринам Санти Сахасрашах. Мой дорогой царь, у обычных людей есть столько всевозможных тем для обсуждения. Кто же относится к категории обычных людей? Апашьятам Атма-Татвам, те, кому неинтересно знать о своей истинной природе. Все находятся в иллюзии, считая себя телом. Запросы тела интересуют их прежде, всего. Никого не интересует душа. Поэтому люди читают столько всяких книг, столько газет и журналов. Однако им неинтересно слушать Бхагават-Гиту и Шримад Бхагаватам, где изложена Атма-Татва, наука о душе. Почему им неинтересно? Шукадева Госвами говорит «Григешу гриха медхинам». Они слишком поглощены семейной жизнью, считая, что это и есть настоящая жизнь. Они думают, что вполне счастливы в материальном мире. В чем же заключается их счастье? Видья Пати, великий поэт Вайшнаф поет «Шатала сайкате варибинду сама сута мита аромани и самадже». Сута значит «дети», мита – «друзья», аромани – «жена». То есть счастье материальной жизни в общении, дружбе и любви. Если у нас много друзей, красивая жена и хорошие дети, мы думаем «вот оно счастье, вот она жизнь». Но это не настоящая жизнь. Настоящая жизнь – это постижение атма татвы, науки о душе. Без атма татвы жизнь обречена на провал. Чтобы обрести счастье, мы создали в материальном мире такие вещи, как общение, дружба и любовь. Каждый хочет счастья, поскольку это наше естественное состояние. Мы – частицы Кришны, а Он – ананда-майо-бхия-сат. По природе исполнено счастье. Кришна наслаждается обществом Шримати Радгарани и других гопи, а также мальчиков-пастушков и своих родителей. Все эти наслаждения духовны. Ананда, Чинма и Араса. Здесь же, в материальном мире, мы создаем их подобие. Те же любимые друзья, родители, сыновья, но все это не настоящее. В пустыне животное иногда может увидеть вдали огромный водоем. Однако это всего лишь мираж. И в погоне за этим миражом животное погибает. Точно так же, в материальном мире мы пытаемся обрести счастье в общении, дружбе и любви. Но все это – призрачные мечты и иллюзии. Настоящая жизнь в обществе Кришны. Шрила Бхактивинода Такур говорит «Кришнера самсаракараачхади аначхе». Если вы общаетесь с Кришной, дружите с Ним и любите Его, это и есть совершенство жизни. Истинного счастья не найти, ни на земле, ни в воде, ни в воздухе, ни в огне. Ибо все это – отделенные энергии Кришны. Они лишь Чхаяева. Отражение – ложный образ реальности. Чхаяева переводится как «тень» или как «отражение». Например, когда вы смотритесь в зеркало, на самом деле вы видите не свое лицо, а лишь его отражение. Точно так же и наш мир – это лишь отражение настоящего духовного мира. Поэтому его называют отделенной энергией Кришны. Другой пример – магнитофонная запись. Вы можете записать мой голос на пленку и потом слушать эту запись. Но это будет уже не мой настоящий голос, а его запись – моя отделенная энергия. При помощи своей энергии я произвел определенный звук, произнес какие-то слова, и эти слова были записаны на пленку. Когда вы воспроизводите эту запись, вы слышите этот самый звук, но теперь он отделен от меня. Мы должны постараться понять, что материальный мир – это отделенная энергия Кришны. Настоящая жизнь в духовном мире. В Шримад Бхагаватам 1.1.1 говорится «Сатьям парам дхимахи» – «Я медитирую на настоящую истину». Абсолютную истину. Кришна есть абсолютная истина. И в Бхагаватгите он объясняет свое высшее положение. Если мы хотим постичь Кришну, то вместо того, чтобы строить догадки, мы должны принять то, что он сам говорит о себе. Тогда наше знание будет совершенным. Материальный мир принадлежит Кришне. Это его отделенная энергия. Но мы не знаем, как использовать эту энергию для Кришны. Энергию Кришны нужно использовать в служении ему. Такова философия Вайшнавов. Философия Вайшнавов не учит тому, что мир иллюзорен. Почему он должен быть иллюзорным? Он не иллюзорен. Философы Майавади и имперсоналисты говорят «Брахма Сатьям Джаган Митхья» – абсолют реален, а мир иллюзорен. Почему иллюзорен? Возьмем, к примеру, этот храм. Допустим, кто-то скажет «Да, вы построили прекрасный храм, но все это иллюзия». Понравятся ли вам такие слова? Нет, храм не иллюзорен. Что представляет собой храм? Это энергия Кришны. Сочетание земли, воды, огня и воздуха. Храм сложен из кирпичей, но что представляют собой кирпичи? Вы берете землю, смешиваете ее с водой, помещаете ее в огонь, и так получаются кирпичи. Воздух в этом храме тоже есть. Таким образом, этот храм – энергия Кришны. Однако он нематериален, поскольку используется для Кришны. Вайшнавы говорят, что энергия Кришны должна использоваться для Кришны, и тогда она становится духовной. Такова наша философия. Имперсоналисты, однако, думают, что раз в этом мире все иллюзорно, он должен быть отвергнут. Шрила Рупагасвами называет подобное отношение Пхалгу-Вайрагьей – ложным отречением. В Индии есть такая река – Пхалгу. Если вы подойдете к ее руслу, то вы не увидите воды, но стоит вам погрузить руку в песок, и вы тотчас обнаружите там воду. Итак, Пхалгу-Вайрагья означает, что внешне человек отрекается от всего, но в сердце его остается желание стать Богом. Он отрекается от всего, но от желания стать Богом избавиться не может. В этом суть философия Майавади – стать единым с Богом. Однако преданные не пытаются ни слиться с Богом, ни отделиться от Него. Они довольны теми условиями, в которые Господь их поместил. Вы должны понять, что хотя материальная энергия отделена от Кришны, ее можно использовать в служении Ему, и тогда эта энергия превращается в духовную. Она больше не материальна. Она материальна лишь до тех пор, пока мы пользуемся ею, не помня о Кришне. Когда карми, те, кто трудятся ради материальной выгоды, возводят огромный небоскреб, они делают это для собственного наслаждения. Они используют те же самые материалы, из которых мы строим храм. Землю, воду, огонь и воздух. Они смешивают эти элементы, делают из них кирпичи и цемент. Но поскольку это здание не используется для Кришны, оно материально. Оно становится духовным лишь в том случае, если используется для Господа. Это истинное отречение. Юкта-Вайрагья. Хотя материальные элементы отделены от Кришны, мы можем использовать их в служении Ему и тем самым одухотворить. Такова философия сознания Кришны. Снова тот же пример. Магнитофон материален, но его можно использовать в служении Кришне. Например, мы пишем книги, используя для этого магнитофон. Это Юкта-Вайрагья. Истинное отречение. Не нужно отвергать землю, воду, огонь и воздух, как советуют философы Майявади. Вы можете использовать их в служении Кришне, ведь в конце концов, все это является его энергией. Итак, хотя земля, вода, огонь и воздух отделенные энергии Кришны, когда мы снова связываем их с Господом, используя в служении Ему, они становятся духовными. Можно привести еще один пример. Если вы поместите в огонь железный пруд, он будет нагреваться все больше и больше. И когда раскалится до красна, это будет уже не железо, а огонь. Точно так же, хотя все в материальном мире отделено от Кришны, если вы занимаете что-то в служении Ему, эта вещь из материальной превращается в духовную. Такова философия Вайшнавов. Если всегда помнить о том, что все, чем вы пользуетесь, является энергией Кришны, вы будете находиться в сознании Кришны. Живые существа тоже являются его энергией. Кришна объясняет это в следующем стихе. «Апаре ям этас тваньям прокритим витхи ме парам». Существует и другая, моя высшая энергия. Что же такое пара-пракрити? Высшая энергия. Джива-бхута. Живые существа. Дух, как и материя, тоже энергия Кришны. И существует другой мир духовный. Он тоже его энергия. Все является энергией Кришны. Итак, когда материальная энергия используется в служении Кришне, она превращается в духовную, подобно тому, как железный пруд, помещенный в огонь, приобретает качество огня. Преданные Господа стараются задействовать энергии Кришны в служении Ему и таким образом превратить материальный мир в духовный. Такова цель движения сознания Кришны. Большое спасибо.